Зуйский партизанский лес Зуйский партизанский лес. Вот он, в конце концов, после этой голой степи и показался. Но первым нас встречает памятник, на котором коротко, лаконично написано, что здесь когда-то произошло. Все. Дальше территория основных событий. Магорье, Калам, Баира. Оно, как ни странно, довольно высоко. Высшая точка 984 метра над уровнем моря, а средняя высота считается 900 метров. В этом месте около 800 метров. Этот фильм одному сделать сложно. Это только кусочек рассказа о партизанах этого района. А основная их дислокация находилась туда дальше. Хотя бои были в этом месте очень и очень солидные. Курган славы. К нему мы еще вернемся. Вот такое пустынное Нагорье. И по вот этому пустынному Нагорю и наступали враги. В свое время 1020 против горских партизан. Остались следы еще тех времен, где были окопы. Но много чего, конечно, после первого посещения этих мест исчезло. Мне повезло. В том смысле, что Луговой, Николай Дмитриевич, комиссар как раз вот этого соединения, он много чего сделал, чтобы осталась память об этом. Писал в своих книгах. Рассказал много чего. И поэтому можно было рассказывать не по книжке, не по слухам, а по рассказам его и еще одного партизана, о котором будет речь туда немного дальше. В этом месте стоит памятник. Он был другим. Этот памятник. Курсиитов. Курсиитов, как его звали, даже не знаю. Вот так памятник переделали. И выглядит он, конечно, достойно. Раненый Курсиитов попал в руки подсобникам и фашистам. Они не мучили его, нет. Они просто повешали его на колючей проволоке. Такая была его смерть. Здесь еще один памятник. Ну, он просто указывает место, где находился командный пункт. Сюда, вниз, в балку, находится партизанский родник. Мое мнение сложилось так, что всем этим комплексом, памятником, мы обязаны Лугаому и Калаю Дмитриевичу. Здесь, как раз, когда я был, когда он рассказывал, вот так он рассказывал, как он хотел сделать памятник. Две сложенных ладони, в которые можно набрать воды. Вот так он и осуществил, с помощью, конечно, фиолента, вот там написано, предприятие, вот этот памятник. И внизу, как раз будут две скрещенные ладони. Конечно, при съемке надо было бы мне очистить все, чтобы лучше было видно. Но, увы, за эти несколько часов я должен был отснять вот этот весь материал. Вот слишком далеко от Алушты находится вот это все. Памятник, конечно, сделан красиво. Дальше еще различные памятники. Тоже, по-видимому, с помощью лугового. он спешил увековечить память о всех здесь павших и о боях. В этом месте тоже памятник стоит, правда, он не очень солидный, но все равно он доносит то, что здесь было. в виде партизанского костра. Вот здесь такой небольшой скромный мемориал с запиской, что здесь и когда здесь было. Здесь располагался 18-й партизанский отряд. Многие памятники исчезли, потому потому что они представляли для сборщиков металла ценность. Были сделаны из алюминия или порядочно было металла. Когда-то здесь я был с группой детей из пионерлагеря и на память им я кинокамерой отснял кое-что для них. Вот здесь кадры и вставлены с этими детьми. Они с удовольствием бегают, рассматривают в этом месте. Вот запомните какой была воронка от взорвавшейся полутонной немецкой бомбы. Это уже история. Это было лет 40 назад. А теперь она выглядит что даже и не поймешь что это такое для чего это никаких знаков ничего. А здесь вот все за эти 40 лет превратилось вот такое вот что вы сейчас видите. Вот и все от этой воронки. Дальше были позиции которые сейчас уже можно сказать исчезли. Вот в этих местах в окопах находились партизаны отражая атаки наступающего врага. На память из алюминия был поставлен здесь пулемет обозначая эти позиции. Ну конечно для мародеров это была очень большая ценность. Он исчез. в этом районе располагались еще памятники. Ну один памятник я по-видимому не нашел. А вот этот памятник заснять заново мне не удалось. Это символическое изображение тех Катюш которые самолетом заставили сюда. Они довольно много помогли партизанам. Здесь еще один был памятник. Но он явно исчез. Дети рассматривают в этом месте смертельно был ранен Смирнов. Недалеко от этого места находится могила чехословаков павших тоже в этих боях. Мне сохранились еще и слайды которые могли передать как выглядел этот памятник. Вот отливка из алюминия кажется Джанкой это сделал внизу на поляне как говорил Луговой первый сбор был группы партизан и отсюда в рейд отправился Левченко. Это остатки того что здесь стояло. Впрочем 40 лет назад уже это выглядело тоже не очень чтоб очень. Вот такой домик стоял здесь. И все. А сейчас вот то что от него осталось. Рядом с ним безымянный стоит памятник. Ну наверное надо было подписать честь чего его поставили. а так вот она и все. Именно отсюда Левченко еще с двумя товарищами отправились на первую диверсионную вылазку к железной дороге. Она прошла успешно. По крайней этой поляне стоит еще один памятник Лещенко командиру группы. Недалеко от этого памятника находится еще один памятник. Очень интересно о нем уже рассказал нам Луговой. Да это уже были не партизаны а советские солдаты разведчики доставленные сюда с большой земли. Но они не подчинялись партизанам жили сами по себе уходили ночами возвращались утрами и затем передавали какие-то сводки которые они добывали за это время. Партизанские катюши о них сложновато конечно быстро рассказать но это изготавливались такие портативные катюши в городе Сочи их было мало изготовлено самолетом доставлено сюда. Здесь находится так называемый аэродром. Как говорил опять-таки надо возвращаться к Луговому что еще аэродром для более крупных самолетов. Этот памятник в виде ладони с которой взлетает самолет сделали комсомольцы сифровопутского авиаотряда в свое время. Катюши были неприятным сюрпризом для врага. Они были портативные всего 68 килограмм веса. Одна из этих установок даже стоит в музее Симферополя. Потом их стали применять в смысле с тяжелых мотоциклов ставили на торпедные катера. Вот такой аэродром в обе стороны собственно просматривался. Бои были страшные. И представить 20 тысяч с танками бронетранспортеры орудия минометы авиация тоже добавляла как следует добавок эти вооруженные отряды один за одним партизан только спасал лес. Добавок ко всему плечом к плечу здесь сражались чехословаки. Был немного румын. Надо сказать что один румын не сражался Михаил Михаллеску. Но он добывал такие сведения для партизан. Он так выручал пропусками различными деяниями будучи офицером румынской армии. Сегодня перечислись за столь короткий срок. Кусочек только про партизан. Это 5%. Здесь солидно надо снимать. Так тогда 40 лет назад убого выглядел вот этот комплекс пурган. Вот те же пионеры из того лагеря смотрят и читают. Против того что сделали сейчас конечно это выглядит убого. Основное партизаны находились там за речкой Бурунча и там собственно была основная их база. Там же остались некоторые экспонаты но не знаю удастся ли снять еще раз. Вот так в виде пятиконечной звезды вот это все здесь сделано. Наверху в торжественных случаях зажигает огонь. Сюда наверх 40 ступеней подъема и уже пожалуй навечно сделаны мемориальные доски. Я отснял так чтобы можно было почитать потому что уж очень много здесь отмечено но пожалуй и еще порядочно не отмечено. я не нашел фамилию Левченко который возвратился под мокрым снегом перемерзший товарищи остались живы а его спасти от переохлаждения не удалось он умер но фамилии его здесь нет. Ирилин рассказал мне еще один эпизод про своего родственника раненый позвоночник он не мог передвигаться его носили на носилках бой а его на носилках несут дальше хлопцы сказал он когда носилки поставили я вас уволняю достал гранату вытащил чеку гранату сунул себе под спину бегите быстрей его похоронили там под домом где-то конечно мне одному сложно было бы сделать без вот этих многих людей в том числе лугового Шевченко и водителя который по такому бездорожью доставлял сюда и в другие места так что я упомянул и их так пожалуй по честному конечно многие фамилии погибших здесь отсутствует и основные события конечно развивались в районе Бурунчи речки где позировались тоже партизаны и там за ее пределами в районе до Кораби Ельлы здесь как раз и находится речка Бурунча если подняться наверх от нее там стоит партизанская пушка за которой ухаживает также находится шалаш радиста возможно реставрированный он был таким же так выглядел Луговой в 1973 году Шевченко Борис он еще жив в Волочи партизан этих мест ну и тот о ком я говорил Евгений водитель вот этой машины которому я очень благодарен он